Марк Энтони Блинкин, госсекретарь США, съездил в Китай, встретился в том числе с Си Цзиньпином. Непростые были переговоры. У вас не складывается впечатление, что американцы просто нагнули Китай? Это похоже на то. Почему? Потому что, смотрите, был же звонок Байдена о продаже ТикТока, который запрещен в Соединенных Штатах. У меня такое ощущение, что они пустят в ТикТок акционеров американских, и, возможно, это будет контроль. Поэтому у меня есть подозрение, что они договорятся, в частности. И поэтому, хотя, естественно, это не решающий вопрос, похоже, что для себя те же китайцы решили, в общем, не ввязываться слишком сильно на стороне России в теме войны и вот такого раздражителя. То есть, не выглядеть за спиной России слишком очевидно, потому что, а что теряет Китай в этом случае? Китай ведь не ведет никаких войн, вообще нигде не воюет, если кто понимает. Да, там можно говорить о его агрессивности, может, экспансии, в отношении того же Тайваня. Но, в принципе, Китай занимается исключительно экономической экспансией, инвестициями. И потом не все хорошо. И да, и, конечно, технологическим шпионажем, много чего. И это свидетельство о сильной зависимости от торгового сотрудничества, например, с теми же Соединёнными Штатами. Это почти 800 миллиардов долларов, от 750 до 800 по году. С Россией, кстати, 200. И с Европой около 750-800. То есть, сопоставим между... И как-то терять эти отношения ради чего? Вот ради чего конкретно? Получается, в силу поддержки России и её агрессивных планов в отношении Украины и дальше, в Восточную Европу и дальше. Китай какую от этого выгоду получит? Мне кажется, что и вот часть санкций, они выполняли сейчас по банкам, начали щемить в Китае как раз российские компании. Ну, российские разного рода структуры, которые в том числе, кстати, и серым схемами пользуются, и параллельным импортом и так далее. И это тоже средство давления со стороны Запада, прежде всего Вашингтона, на Китай. Но есть ещё один фактор. Понимаете, как? Они идут навстречу демократам, потому что очень боятся победы Трампа. Трамп, на самом деле, антикитайский. Он говорит, вообще их нахрен всё порубить, поломать. Резко антикитайский. Да, резко антикитайский. Поэтому они в этом смысле даже хотят подыграть несколько Байдену, если вдруг Байден остаётся. Для них это, при всех противоречиях, гораздо более лучшая ситуация, нежели приход Трампа. Потому что Трамп настроен свирепо именно по отношению к Китаю. Ну, и есть у него ещё несколько пунктиков. Но вот Китаю вообще ловить нечего. Ну, Иран у него ещё один такой важный пунктик. Вот Иран просто на дух не переносит, точно займётся Ираном вплотную. Потому что они все тогда заинтересованы, получается, в сохранении нынешней администрации Байдена. При всех прочих это для них лучше. Потому что приход Трампа, он просто непредсказуемый. Человек эксцентричный, и политика его будет такой же. И поэтому, наверное, выбор падает в пользу того, чтобы всё-таки, ну, как-то там, не знаю, подыграть демократической администрации. И в части войны в Украине попытаться, значит, повлиять на ситуацию. В ходе, там, переговоров, предстоящей в июне конференции в Швейцарии по формуле мира. И в части, значит, блокирования различных сфер сотрудничества с Москвой, которые способствуют войне. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Так что я вижу в этом действительно предпосылку к какому-то большей мягкости позиции, согласию со стороны Китая с Вашингтоном. На минувшей неделе в Москве был задержан замминистра обороны России Шойгу Тимур Иванов. Да. Несказанно богатый человек. О, да. Потрясающей личной жизнью, с обширными связями на проклятом, загнивающем, мерзком Западе. И вместе с ним задержали ряд его коррупционных друзей. Что это, на Ваш взгляд, означает? Ну, я думаю, что, в принципе, это пока выглядит как внутривидовая борьба. Такая борьба за место в пищевой цепочке. Потому, что потоки огромны. Война, она увеличила их в разы. Сидение там человека Шойгу, это понятно, в какую сторону значимую их часть отводилась. Эти потоки. Я думаю, что мы скоро увидим на посту отставленного Тимура Иванова кого-то из лиц, да, из окружения Путина. Ну, вставлененько из окружения Путина. Но не связывал настолько сильно с Шойгу и, так сказать, его командой. Я думаю, что это первая очередь. Второе. Я, в общем, со скепсом гляжу на выдвигаемые рядом экспертом соображения, что это некая репетиция отставки самого Шойгу. Почему? Потому, что я считаю, в тех условиях, которые сложились, а что мешало напрямую просто взять и убрать Шойгу? И Тимур Иванов, и все остальные полетели. И Цаликов, там его первый зам, который ушел, и так далее. Просто естественным образом решились эти вопросы. Почему нужно, чтобы подобраться к Шойгу, обязательно взять за жопу Иванова? Когда это было препятствием? А сейчас-то уж, в этих условиях. Шойгу ведь проходил за годы войны, за два с лишним года войны, разные стадии опалы. Понимаете? В 1922-м одна опала была. В 1923-м в начале, по последствиям Херсона, тоже она была. Помните все эти Шойгу, Герасимов, где снаряды? Пригожин в каком-то момент скачил на этого конька. Ну, понятно, куда доскакал. Мы понимаем, 23-го августа он доскакал до земли прямо в Embraer Legacy. Но, тем не менее. И что мешает Путину, в принципе, если он очень хочет просто взять и снять Шойгу? Многие говорят, что какое-то влияние клана Шойгу и Воробьева, ну, в нынешней системе, которую она преодолела, фазы тоталитарной и персоналистской. Не работает. Ну, конечно, потому что, смотрите, ну, Путин не боялся взять и кого надо убить. Например, убить Навального или убить Пригожного. Чего ему бояться своих чиновников передвинуть по горизонтали? Это же не значит, что Шойгу посадят. Передвинут на какой-то другой дом, вернут в МЧС или там, я не знаю, куда-то. Это совершенно не требуется. А вот деньги и работа с ними, да, это вопрос важный. Потому что финансы занимают такое же важное место, как и бюрократическое влияние в этой системе. Поэтому, да, просто взять, посадить своего человека, обрубая возможные, так сказать, ресурсы для клана, но это не значит, что обязательно персонально кого-то убирать. Но заводить туда своих людей, других людей, давать пожить кому-то еще, ну, вполне такое реальное объяснение, я бы сказал. А вам не кажется, что просто готовят общественное мнение на случай успешных действий в СССР, да, что, да вот кто виноват, собственно говоря? Да мы же все, они разворовали все. И из-за этого? Это всегда ведь есть, это всегда запасной вариант. Даже если Тимура Иванова вот сейчас бы не отставили, то если надо было бы кого-то отдать на заклание в ходе, там, я не знаю, успешных действий в СССР или чего-то еще, то это бы сделали. Просто да, я согласен, что в канун инаугурации Путина, да, она пройдет 7 мая, 9 мая праздников, и предстоящих возможного наступления, о котором мы выше говорили в первой части программы, то да, могли, так сказать, этого Тимура Иванова щемануть и сказать, вот смотрите, мы с коррупцией боремся, вот смотрите, там разворовка идет, но мы-то иллюзий не питаем, придет такой же Иванов Тимуров, который будет точно так же воровать. И с ФСБ только. Ну и с ФСБ, но в другой сторону просто отводить деньги. Разницы никакой, шило на мыло, понимаете? Это-то мы понимаем. А для народа бросить эту кость, там, для мобилизованных, для офицеров-солдат, может быть. Но смысл, почему этот Тимур Иванов такой сочный? Потому что он дурак, все это выкладывал в Инстаграм, но через жену, он не свой Инстаграм, а вот это его манирович, все выкладывало и так далее. Он создал такой вот публичный негатив и такую засветку, которая, ну, в принципе, неприемлемая. Там такая другая этика. Там живут точно так же, как он все. И не менее богатые, и так далее, и с недвижимостью, и с любовницами, и так далее. Но этот вот вел себя слишком неприемлемо для вот этой среды. Вообще неприемлемо. То есть, они не принимают подобного поведения ни в какую. И, наверное, какую-то, может, не решающую. Он это сыграл, когда подкинули, сказали, вот, смотрите, вот он чем занимается Владимир Владимирович, и как же так, давайте как-то решим. И, возможно, тот посмотрел, он же уже реагировал на голые вечеринки, на то, на чем мог сказать, ах, а ну так, ну ничего, сменит апартамент из Крушавеля и Парижа и Капфера сменит вот на Лефортова. Да, там тоже хорошо. Давай, вперед, давай, дайте ему там какой-нибудь гламурный там веер и так далее, пусть сидит. Я вполне допускаю, что это тоже какую-то роль сыграл, но не решающую, потому что там у него клоун на клоуне в этом смысле. Они же все время богатство всем демонстрируют, что толку от богатства есть, его нельзя показать, как говорят. Да, интересно. Вот. А по глупости своей они это делают и в конечном итоге палятся. И поэтому это повод в том числе дополнительный для того, чтобы сказать, ну вот же, вот он раздражал всех, а мы его посадили. У нас неприкасаемых нет. Вот так это может звучать, конечно. Что с Кадыровым, Марк? Опять раздаются голоса, что он при смерти, что у него неизлечимая болезнь, называют фамилии его преемников. Что вы знаете об этом? Ну, смотрите, про Кадырова это давно говорят. Нет, здесь разноречивые слухи ходят. То, что сообщают из Чечни. Вот мне иногда некоторые знакомые сообщают и так далее. Там тоже слухи такие входят. Достоверной информации мало. Проверить ее невозможно. Может ли у него быть что-то с печенью, как пишет новая газета? Ну, может быть с печенью. Ну, вот по лицу его можно что-то определить? Ну, явно какая-то есть. А тут ловаться мы не медики, да? Мы исходим из того, из суммы каких-то фактов. Ну, например, он действительно ведь меньше стал заявлять и появляться. Он же ведь вот чистил даже в начале войны. Там еще, помните, он чертил там с Дилимхановым, или с кем-то там. Куда они там бросят войска, еще что-то. Сейчас мы почти его не видим. Это возможно и его снижение активности у болезней каких-то причин, да? И возможно, ему и сверху сказать, ну, ты себя проявил с тикток войсками, да? Ну, что ты добился? Ничего. Ты давай, знаешь, поумерься. По публичным проявлениям поумерься. И такое, и такое возможно. Но это все может в том числе быть связано и с его болезнью, и, в общем, отсутствие сил для того, чтобы активно вот это все публично озвучивать. Какие-то безумные планы там с походами. Он все куда-то шел там. То в Варшаву, то еще куда-нибудь. Сейчас уже как-то это поунылие стало, да? Так сказать. И границу они охраняют Белгородской области, куда РДК то и дело ходит с Легионом Свободы России. То есть, явно это тоже какая-то форма такой мягкой опалы. Если он действительно болен и болен неизлечимо, мы допущение такое дело, мы не утверждаем, да? Допустим, то да, я считаю, что Кремль будет делать ставку не на его преемник, которого он сам определит. Ну, говорят об Адаме Деримханове, да? Некоторые называют его сыновей, но они формально по возрасту просто не могут занять эти должности. Хотя, опять же, тут варианты любые возможны, так сказать. Ну и говорят об Алаудинове. Алаудинов, вот это как раз более близкая фигура, потому что Алаудин в разный путь с его окружением прошел. Он тоже близок, но все-таки он может сохранять лояльность в большей степени федеральному центру. И у меня концепция, моя видение такое, что федеральному центру в принципе надоело. Это вольница в лице Кадырова, он помещен этой индульгенцией от самого Путина. Их бы устроил человек более зависимый, более спокойный, более без публичных заявлений, более выполняющий свои обязаны внутри республики Чечня и не вылезающий за ее пределы. Для того, чтобы не раздражать, не создавать. Плюс огромный клан Кадырова, он рассеян по всей стране. Это полукриминальная деятельность, его лиц доверенных и так далее. С этим тоже хотят покончить, мне кажется. И в случае, если преемником будет не его близкое лицо, вот сейчас Делимхан, депутат государства Думы, а какой-то иной. Ну, может быть, Алаудинов, может, еще кто-то. То, наверное, это изменится. Это изменится. В отсутствии Кадырова это изменится. Ну, и потом, был же опыт, после старшего Кадырова и до прихода младшего, который был премьером, был Алуалханов такой президент. Алуалханов, да. И он сейчас ничего не помнит. Он сейчас где-то федеральный чиновник, где-то незначительный. Может, на пенсии даже. Но их устраивало это, понимаете. Он был из системы МВД, по-моему, и так далее. Но Кремль бы устроила более такая, знаете, нейтральная, маловлиятельная фигура без публичного элемента. Без вот этого широкого публичного элемента. А все, кто окружает Кадырова, они все какие-то, вот благодаря ему или стилизуясь под него, они все очень публичные. И бог знает непредсказуемо по части заявлений, которые они продолжат делать уже без него. Вариант, что Чечня выйдет из состава России, вы рассматриваете? Ну, только в случае общего ослабления федерального центра и власти в ходе войны или по результатам войны. Да, Чечня никуда не делала свои амбиции к независимости. Это все просто переконвертировалось в дойку со стороны центра в пользу Чечни, благодаря этим особым отношениям, особому статусу Чечни и ее руководства. Но, в принципе, да, настроения эти, как были в Чечне, так и остаются, ничего не изменилось. Они к независимости, безусловно, стремятся.